всем привет вы на канале амигуруми life это канал о вязании меня зовут катя добро пожаловать сегодняшнее видео будет небольшой мини влог по вязанию я покажу что я сейчас вяжу какие у цели планы на будущее ну и просто с вами поболтаем по разговариваем расскажу вам немножко о себе я очень долго думала что же сделать какую сделать новую рубрику на моем канале и решила что раз в этом году у нас такая красивая осень у нас тепло уютно открывается прям просто сказочный вид почему бы нам не сделать такие же видео как о осенние субботние вязания именно по субботу у меня есть свободное время чтобы снять вам видео и я могу немножко побыть с вами и в таких видео я конечно же муж буду показывать что я сейчас делаю что хочу сделать и обязательно буду рассказывать о себе и и о вязании поэтому если у вас есть какие-либо вопросы то пишите внизу под этим видео в комментариях и я обязательно каждую субботу буду снимать такое видео и рассказывать и отвечать на ваши вопросы поэтому я их буду очень ждать пишите внизу и в следующую субботу я обязательно на них отвечу я буду очень ждать и так какие планы у меня сегодня мне нужно было сделать видео мастер-класс на свинку потому что символом 2019 года является год хрюшки поэтому очень хотелось сделать для вас внести свою маленькую лепту и сделать для вас мастер-класс на хрюшку но к сожалению так как камера моя приказала долго жить вот поэтому я две недели не могла ничего снимать никаких видео вчера я наконец-то купил себе телефон и и мне нужна насадка на штатив поэтому мне нужно сходить к маме и ее забрать сейчас с вами немножко погуляем как раз покажу вам город и расскажу что-нибудь вот поэтому мы сейчас сделаем с вами небольшую прогулочку и вернемся потом я покажу что я сейчас вижу и какой буду снимать мастер-класс итак я уже вышла хотела я поехать на машине но так как я живу около рынка здесь всегда полно выходной машины поэтому я потом здесь просто припаркуюсь сейчас покажу ну вот видите сколько машин ни конца не края поэтому я естественно не пойду пушком хоть солнце сегодня светит но как-то прям прохладненько ветер холодный сильный даже пожалела что не одела шапочку сейчас еще зайдем в магазин все для танцев и творчества мне нужно найти аквагрим потому что скоро хэллоуин и нас пригласили на закрытую вечеринку как аквагример но красок у нас не все краски еще пришли к нам которые мы заказали и боимся что они не придут за неделю за это поэтому сейчас буду искать в самом городе в нашем найдут ли краски для аквагрима или посмотрим найдут ли я их ну вот я и пришла вот такой вход и сейчас посмотрим есть ли здесь краски большая коробка 800 маленькие 400 вот здесь все для восточных танцев гляньте какая красота очень красиво всегда любил восточные танцы некоторое время даже занималась поэтому мне все это очень нравится гляньте какие красивые в общем вышла я из магазина ничего я не купила цена конечно значительно выше чем в интернете маленькая вот эта коробочка одна 400 другая 800 и даже не знаю что мне делать куда еще зайти и посмотреть есть еще один магазин правда там недалеко от того же но я забыл туда на обратном пути зайду он все равно около моего дома находится вот сейчас пойду возьму штатив и тогда еще раз зайду в другой магазин это наш небольшой парк в котором у нас около дома много детишек играет вот так вот памятник сейчас мало детишек наверное холодно так здесь всегда очень много очень красивый и так я все собрала сейчас пойдем еще в один торговый центр зайдем посмотрим там аквагрин и пойдем домой снимать мастер-класс это больница вполне такой небольшой мини фарк и так как во время нигде не было поэтому мне пришлось уйти ни с чем я ничего не купила но зашла в бутерберг это книжный магазин там очень много разных концтоваров не только книжек и конечно же прикупила себе тетрадок потому что очень люблю тетрадки разные красивые естественно не смогла удержаться до тебя мы купили сейчас домой приду покажу вам обязательно и так я пришла уже домой купила себе маршмелки заварила кофейку с молоком с маршмелками сейчас буду кушать и покажу такую вещь очень мне нравится это вафли в ашане они продаются вафельные листы 125 грамм они очень дешевые около 20 рублей 19 с чем то выглядят они вот так это просто вафельки тоненькие без всего без начинок очень вкусные хрустелки такие вот вместо чипсов или еще чего-нибудь прям вообще классно нам очень понравилось вот мы несколько штук таких купили поэтому присмотритесь и берите себе тоже так и покажу вам тетрадки какие я купила это енотики очень люблю енотиков потому что это вообще моя любовь и еще когда с пончиками тут с красивыми надписями смешными в общем они в клетку обычный 48 литров ну очень классные печеньку трудно найти легко проглотить и невозможно забыть вот так один енотик и вторая тоже тетрадка с енотиком если мальчик любит мыло и зубной порошок то у этого чудила будет заворот кишок это клеушка смешная вообще очень люблю разные тетрадки так и это купила машинки с кедами мятными она у меня тоже очень любит мятные кеды тоже обычная в клеточку 48 листов в школе ей постоянно требуется поэтому ну скорее всего енотов ей тоже отдам потому что она больше их использует чем я я их только коплю кладу ну по работе конечно беру несколько в год но не так много они у меня быстрее прибавляются чем расходуется и так на этой неделе я лентянничала я ничего практически не делала потому что в прошлые выходные была ярмарка покровская и мы очень приложили много усилий устали потому что это очень масштабное мероприятие если вы не видели это видео то ссылочка будет наверху обязательно посмотрите там много интересного и эту неделю я ну практически ничего не связала связала только наполовинку две игрушки это у меня компоты герой из мультика три кота так покажу вам поближе осталось мне сделать только мордочку они уже практически готовы сегодня наверное этим и займусь так такого мастер-класса этой игрушки у меня нет но есть сестричка компота карамелька поэтому если вас интересует вы переходите и вяжите вместе со мной компота скорее всего я делать не буду потому что сейчас он очень популярный и этой схемы легко можно найти в интернете конечно же если вы захотите то в будущем мы с вами его свяжем итак сейчас пойду попробую снять мастер-класс для вас свинки надеюсь что солнце не сядет и я успею доделать этот мастер-класс он у меня эта игрушка уже очень давно и наверное года полтора я ее не вязала как-то я про нее забыла и это одни из первых моих игрушек когда я начинала вязать поэтому она благополучно лежит в блокнотике эта схемка и я про нее забыла а так как сейчас отличный повод вспомнить поэтому обязательно сделаю вам мастер-класс так солнышко к сожалению уже зашло уже становится темно надеюсь что видео это не испортит я делаю мастер-класс свинки вяжу и пока что здесь нужно ровные ряды вязать и снимать не нужно я хотела бы с вами немножко поболтать и поразговаривать и у меня есть такой листочек с тегом вопросы на которые я хотела бы ответить и думаю что вам это должно быть интересно если же у вас есть какие-то свои вопросы что-то вас интересует то пожалуйста пишите все внизу под этим видео и в следующую субботу я обязательно отвечу на ваши вопросы итак первый вопрос немножко о себе имя возраст семейное положение зовут меня Катя мне 32 года я замужем у меня есть дочка Машунька ей 12 лет в принципе все наверное вопрос номер 2 где вы живете ваше самое любимое место в вашем городе живу я в городе Тамбове у нас очень красивый зеленый город прекрасные кругом фонтаны клумбы ну очень красиво и скорее всего самое любимое место это набережная как раз где проходила Покровская ярмарка вот мы там кусочек нашей набережной показывали так что переходите смотрите и там на самом деле красиво там красивые клумбы летом из живых растений делают фигуры пчелки ежики там стоят еще какие-то фигурки на самой реке у нас есть фонтан на котором вечером проектором показывают мультики и фильмы также играет музыка подсветка на нем ну очень красиво так что вот скорее всего больше всего я люблю нашу набережную хотя весь наш город я повторю очень красивый в любой уголок можно зайти и наслаждаться кругом очень зеленое кругом очень зеленые деревья в общем все кругом очень зелено красиво и благоустроенно так переходим к другому вопросу есть ли у вас домашнее животное если нет то кого бы то кого бы вы хотели завести ну домашнее животное у меня есть это рыбки у меня аквариум живет у меня там четыре рыбки два сама одна прилипалка и один большой такой рыб мальчик рыбка его зовут Аркадий это скалярия он очень большой и все остальные прячутся в корягах а он там плавает один в большом аквариуме он там хозяин никого больше не пускает никаких других животных у меня нет ни кошек ни собак к сожалению хотя я очень хотела бы их завести но моя аллергия на животных мне не позволяет этого сделать поэтому я наслаждаюсь только рыбками так четвертый вопрос каким инструментом вы владеете какой опыт непрерывного вязания ну больше всего я люблю вязать крючком хотя спицами я тоже умею вязать но как-то никакого удовольствия мне это не доставляет хотя я пробовал теоретически знаю определенные моменты как там что нужно делать но в практике я это очень давно не применяю как-то лет 15 назад пробовала не пробовала а сделала связала себе свитер но никакого удовольствия от этого не получила поэтому больше спицы в руки я не беру мне не нравится а вот крючок это такой инструмент который приносит мне спокойствие удовольствие хорошее настроение и вяжу я очень давно около около 20 лет да начала я вязать приблизительно в 10 лет на уроках труда и вот до сих пор продолжаю мне это очень нравится какую первую вещь вы связали какие были у вас эмоции первая вещь вязаная моя была это салфетка я ее как раз вязала на уроках труда мы вместе с подружкой начали учиться этому мастерству нас учили дома мамы и вот на трудах мы вместе сидели и вязали вот первый раз у меня получилась салфетка я была очень довольна потому что шить я не умею не люблю мне это не нравится и мне казалось что никогда никаким рукоделием я заниматься не смогу потому что у меня не не получится а когда наконец-то я связала салфетку я была в таком восторге что это мое собственное и получилось у меня очень красиво кстати она до сих пор где-то лежит по моему у бабушки потому что я ей подарила она была большая салфетка из разных круглых сегментов соединенных вместе вот так что она еще даже существует сколько времени вы посвящаете вязанию ну на этот очень легкий вопрос все свое время все свое свободное время не относящиеся к работе я посвящаю вязанию так что вяжу я постоянно бывают конечно дни когда я немножко делаю перерыв отдыхаю но в основном это бывает очень редко как относятся окружающие родные и друзья к вашему хобби очень хорошо относятся моя семья ничего против не имеет вязание уже давно переросло из хобби в стадию зарабатывания стадию бизнеса и я уже считаю это не хобби а своей второй работой поэтому все уже привыкли и знают что это моя вторая работа ну и конечно мама мне в этом помогает мы вяжем вместе на канале вы нас видели вместе мы всегда на ярмарках в основном ездим так что мы со светланой ведем и каналы вяжем все делаем вместе с мамой так на сегодняшний день ваша самая любимая пряжа какой бы вы хотели попробовать моя любимая пряжа вот детская новинка мне постепенно перестает нравиться хотя я из нее вижу она самая бюджетная самая удобная в этом плане потому что цвета яркие палитра очень большая и стоимость тоже очень маленькая что не может не радовать а больше всего мне сейчас нравится пряжа alize cotton baby soft это хлопок и она такая скользкая приятная так удобно ей вязать она немножко толще чем детская новинка но очень приятная на ощупь хотя там большинство пастельные тона и ко многим игрушкам они не подходят ну и по стоимости она конечно дороже какую бы я хотела попробовать пряжу очень много я вижу что мастерицы используют джинс гернар джинс один раз я попробовала ей вязать мне не очень понравилось но когда я взяла крючок поменьше первый раз у меня получились дырочки такие заметные я взяла два и пять крючок потом сообразил что это слишком большой взяла двоечку да все пошло хорошо но из нее игрушки я почему-то до сих пор не делаю там очень маленький метраж и в наших магазинах она стоит довольно таки дорого по сравнению например с новинкой или тем же самым лизе cotton baby а получается из нее не так много игрушек потому что метраж в ней значительно меньше вот моя мечта все применить ее каким ли вы игрушкам но пока что стоимость моточков меня останавливает какие рубрики на каналах о вязании вам нравится больше всего болталки обзоры готовые работы больше всего я люблю готовые работы я люблю смотреть на игрушки которые создают другие мастерицы также люблю влоги где показывают какие-то ярмарки или просто мастер общается разговаривает с зрителями мне это очень нравится вот такие видео да мастер-классы очень редко я смотрю по вязанию в основном я люблю делать сама я беру или схемку из интернета но я постоянно там что-то меня и меня не устраивает у меня руки какие-нибудь короткие там по схеме ноги толстые в общем беру за основу но в основном либо придумываю сама либо постоянно исправляю а по видео мастер-классам я сама вязать не люблю для меня это очень медленно скучно и мне не нравится мне проще посмотреть прикинуть как это будет выглядеть и тут же справиться на свой манер следующий вопрос вы любите чтобы вязальный блогер был в кадре смотря только в камеру вместе с вами вязал или же руки с вязанием в кадре когда я смотрю когда я смотрю видео я люблю чтобы мастер был сам на камере мне это нравится потому что происходит происходит какая-то связь через экран с человеком на которого ты смотришь который тебе нравится которому ты испытываешь симпатию и после просмотра таких видео ну по моему мнению кажется что ты с этим человеком становишься знаком ближе и тебе больше это мне это больше нравится одни руки в кадре я не люблю и смотрю только если ну какой-то мастер-класс тогда руки камера крючок но когда это разговорное видео больше я люблю чтобы мастер был в кадре либо просто сидел смотря на зрителя глаза в глаза либо как я вот занимаясь вязанием одновременно с вами разговаривая и работаем и так что для вас ваш канал о вязании заработок хобби общения мой канал для меня но это конечно не заработок потому что у меня канал новый и я только его открыла и такой цели я не преследовала для меня это второстепенное первым на первом месте стоит скорее общение мне очень нравится общаться с вами поэтому пишите все что вы хотите мне сказать задать вопросы вы пишите обязательно в комментариях и я с вами пообщаюсь потому что в моем кругу заинтересованных людей не так много в вязании мы вдвоем с мамой вяжем и обсудить и с кем-то поговорить у нас не так много людей людей которые этим интересуются поэтому поэтому я с большим удовольствием с вами поговорю пообщаюсь так что пишите ваше отношение ваше отношение какой-либо рекламе на канале по вязанию к рекламе я отношусь спокойно как на канале о вязании так и на других каналах почему ну во первых там очень много интересного показывают например в основном каналы по вязанию я не смотрю очень редко бывает два-три канал которых я смотрю видео каждое видео этих мастериц а в основном проглядываю на будущее оставляю на заметочку больше всего я смотрю книжные каналы на ютубе и на них тоже проходит реклама я иногда даже не переключая рекламу я ее смотрю потому что выходят анонсы новых фильмов или еще что-то интересное что я еще не знала поэтому я откладываю к себе в голове в копилочку чтобы потом в дальнейшем это использовать поэтому я отношусь спокойно к рекламе на телевизоре реклама есть в любых сайтах на радио везде сейчас присутствует реклама и почему бы на этой рекламе не быть и на канале о вязании я не понимаю что в этом плохого как окружающие узнавали о вашем канале кто из них вас смотрит моих знакомых очень мало которые знают про канал наверное если на память мне приходит только один человек подписан на мой канал который знает что я его веду еще несколько людей знают тоже что канал у меня есть но они не подписаны и я не люблю хвастать рассказывать что-то что я блогер мне это не нужно те люди которые захотят присоединиться ко мне которым интересно меня слушать помимо моих знакомых я надеюсь что вас и так много и я очень рада тому количеству подписчиков которые сейчас есть я даже если честно не сразу надеялась что вас будет уже столько много и я очень хочу чтобы вы все прибавлялись увеличивалось ваше количество я буду только рада потому что вы на самом деле приносите мне удовольствие и счастье с вами общаться и последний вопрос ваше самое заветное желание связанное с вязанием или вашим вязальным каналом заветное желание очень давно наверное уже года два у меня такая преследует мысль что хотелось бы мне связать каркасную куклу Светлана вязала каркасную куклу это был мальчик маугли мы его вязали на заказ но сама я не пробовала и мне очень нравятся фотографии в инстаграме где куколки похожие на живых людей но у меня постоянно нет времени у меня очень много ярмарок как на них приходится вязать игрушки и я не успеваю просто засесть и как следует потратить много времени чтобы создать такую куколку вот это наверное самое мое заветное желание ну вот и все закончились все вопросы этого тега автор этого тега Анастасия ссылочка на ее канал в ютубе я оставлю внизу под видео если вы тоже ведете канал о вязании то можете взять эти вопросы себе и сделать видео по этим же вопросам вот ссылочку оставлю на этого автора все вопросы у нее на канале а я уже довязываю поросенка в таком он процессе он будет слитный начинаем мы вязать с пятачка и дальше продолжаем до попки вот так продолжаю вязать ну что ж у меня потихонечку вяжется слинка я еще ее не закончила но надеюсь завтра доснимаю мастер-класс потому что сейчас уже темно и сам мастер-класс делать тяжело не будет видно поэтому я его продолжу завтра ну вот и все мое видео подошло к концу немножко оно было сумбурное но надеюсь оно вам понравится и в следующую субботу мы обязательно с вами встретимся и поговорим поэтому если вы хотите задать мне какой-то вопрос то пожалуйста пишите все вопросы под этим видео и в следующую субботу я обязательно на них отвечу сейчас я с вами буду прощаться подписывайтесь на канал если вы этого еще не сделали подписывайтесь на мой инстаграм ссылочка будет внизу там я каждый день выкладываю фото новых игрушек которые мы делаем и я думаю что вам очень понравится мой профиль я стараюсь делать его максимально интересным а сейчас всем пока ставьте пальчики вверх и пока пока